Мы продолжаем разбираться в финансовых составляющих дальше и теперь к теме, о которой я уже говорил выше. Как будем жить в году следующем? Что с бюджетом? Все аналитики и эксперты говорят в один голос. Будет непростым этот год. Главный финансовый документ принимается сложно, обсуждается и считается буквально каждая копейка. Бюджет в первом чтении принимали депутаты областного парламента. Мой коллега Алексей Карельский знает, как это было. Смотрим. Первый вопрос, который вызвал на сессии бурную дискуссию, касался не бюджета, а скорее его дефицита. Прокуратура выразила протест на 19-ю статью областного закона о госслужбе. Синие мундиры предложили отменить доплаты к пенсиям чиновников за выслугу лет. Народные избранники оставили протест без удовлетворения. У нас будет крайне затруднительное положение с комплектованием органов исполнительной власти. Начиная с муниципального уровня, с поселенческого уровня, заканчивая сегодня областными структурами. Сейчас ведь нет очереди на занятия вакантной должности в правительстве Архангельского области. В мэрии городов Архангельска, Северодвинска, других уровень заработной платы оставляет желать лучшего. И он не повышался более пяти лет. Так недопустимо. Чиновников, как бы мы ни ругали, мы нуждаемся в их услугах. К слову, нуждающихся. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о социальной поддержке семей, воспитывающих детей. Он свел воедино сотню документов вместе со всеми льготами и видами помощи. С одной стороны, введен критерий нуждаемости. Чтобы семья могла претендовать на ряд льгот и выплат, ее доход не должен превышать полтора прожиточных минимума на человека. С другой, объем соцподдержки стал больше. Помимо прочего, продлено и действие регионального материнского капитала до 2018 года. Отиндексировали ежемесячные денежные выплаты на дрова. Сделали по аналогии с ветеранским законом, увеличили их на 42%. И второе, обеспечили возможность сохранения коммунальных льгот для многодетных семей. Там, где ребенок старший достиг 18-летнего возраста, но продолжает обучение в общей образовательной организации. Воплощение этого закона в жизнь в 2017 году обойдется области в полтора миллиарда рублей. На реализацию всего комплекса мер социальной поддержки жителей региона пойдет более 9 миллиардов. То есть на 7% больше, чем в уходящем году. Теперь о том, где деньги брать. Разумеется, в бюджете. Год грядущий нам готовят доходы в размере 59,2 миллиарда рублей, а расходы в 61,7 миллиардов. Налицо дефицит в 2,5 миллиарда. Однако руководство области планирует его покрыть. Причем не как раньше, коммерческими или бюджетными кредитами, а сугубо за счет продажи госимущества. Например, акции агрофирмы «Вельская», УАО «Архангельскоблгаз», трех типографий и такого же количества дорожных ремонтно-строительных управлений. Теперь надо искать инвесторов. Пока же приходится урезать многие программы. Лидеры по секвестрам, это и жилищно-коммунальное хозяйство, и окружающая среда, и сельское хозяйство. Не сумели мы отстоять, депутаты областного собрания, это самую главную больную тему, точка роста, то, что было являлось развитием, вкладом в будущее. Это программа города Архангельска. Мы говорили о программе 3 миллиардов рублей. К сожалению, эта программа не нашла свое отражение в бюджете на 2017 год. Область вынуждена переходить на режим жесткой экономии, чтобы исполнить все социальные обязательства. Две трети расходов бюджета пойдут на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную политику. Уровни заработной платы будут сохранены на уровне 2016 года. Все, что касается выполнения указов президента, мы также планируем. Поэтому, коллеги, это бюджет социальный. Есть, конечно, и бюджет развития, не так много, как хотелось бы, но мы планируем те вещи, которые связаны с развитием опорной сети дорог. Мы планируем те объекты, которые мы начали реализовывать в рамках нашей областной инвестиционной программы. Поэтому мы и от элементов развития отказываться ни в коем случае не собираемся. От ряда статей расходов отказаться, похоже, все-таки придется. Очень заметно просело финансирование территориально-общественного самоуправления, некоммерческого сектора, некоммерческих общественных организаций. А ведь это гордость Архангельской области. Сегодня вообще развитие системы некоммерческого сектора, об этом говорил и президент в своем послании, и вообще это очень, на самом деле, экономически выгодно для региона. На волне областного финансирования система территориального общественного самоуправления действительно неплохо развивалась, особенно в глубинке. В одном только Красноборском районе сегодня действует 26 ТОСов. Один из них, ТОС Шоломя, уже 11 лет занимается восстановлением храмов, благоустройством территории, установкой амбелисков и памятных знаков павшим героям Великой Отечественной войны. Продолжение этой работы теперь под вопросом. Насколько я знаю, доведены лимиты по сокращению буквально в 4 раза финансирования территориального общественного самоуправления из областного бюджета. Если у нас было позапрошлым году 560 тысяч, в прошлом году 460, в этом году только 115. Если добавим мы еще свои тысяч 50, может быть, если получится из бюджета, то где-то, представляете, 150 тысяч на 26 ТОСов, то есть, ну, по 5-6 тысяч на каждое общественное самоуправление. Если, по сути, практически ничего сделать нельзя, так как куломет пиломатериалов уже стоит 6 тысяч рублей, ну что можно построить на эти деньги? Отчаиваться пока рано. Во-первых, состоялось только первое чтение бюджета. В ближайшую неделю депутаты будут работать над поправками к законопроекту. Во-вторых, пока точно неизвестно, какой объем финансовой помощи поступит из федеральной казны. От него во многом зависит, будут ли народные избранники перераспределять средства между статьями. Глядишь, и добавят где-нибудь. Второе чтение определяющего для региона документа состоится 21 декабря. Алексей Карельский, Артем Юдин. 7 дней в регионе.